Из Челябинска в Ростовскую область посылают гуманитарную помощь для беженцев из ЛНР и ДНР. Первую партию торжественно отправили в полдень. По информации южноуральских СМИ, сопровождать грузовик должны были депутаты ЗАГС Собрания. Но из-за событий на Украине вояж пришлось отменить. Следующие фуры с гуманитарной помощью будут отправляться по мере комплектации. Порядка 10 тонн в этой машине. Начиная от круп, здесь мука, рис, каши, предметы личной гигиены, моющие, чистящие средства. Это то, что пойдет прямо в первый груз прямо сейчас. Также появились данные о возможной отправке военных из Челябинской области на Запад. Родственники контрактников из частей под Трехгорным и Чебаркулем рассказывают, что солдат послали на границу с Украиной еще в начале февраля. В пресс-службе ЦВО информацию пока не комментируют. По всей стране отменены авиарейсы в Ростов, Краснодар и Симферополь. Пресс-служба Челябинского аэропорта заявила, что рейсы на южном направлении приостановлены до 2 марта. Ну а Роскомнадзор распространил предупреждения для СМИ. Ведомство предостерегает от распространения недостоверной информации. Подчеркиваем, что именно российские официальные информационные источники располагают и распространяют достоверную и актуальную информацию. Рынок финансов лихорадит. С утра евро пробивал отметку в 120 рублей за единицу, а доллар в пике стоил около 110 рублей. Отечественные ценные бумаги потеряли в цене до 30%. Из-за резкого падения торги на Мосбирже пришлось остановить. Сейчас биржа работает сессиями по полчаса. Падение продолжается. А на Украине продолжается паника. Жители бегут из крупных городов. Соцсети переполнены роликами с заревом пожаров и пролетающими ракетами. У меня тут дома летают ракеты. Вон! Десять минут назад в зале ничего не было. Бомбежка украинских объектов военной инфраструктуры началась сегодня ночью. О взрывах и пожарах сообщалось из Днепропетровска, Киева, Николаева, Харькова. Минобороны России распространило сообщение, что погранслужбы Украины никакого сопротивления не оказывают.